Всем привет! Еще не успели утихнуть страсти по поводу пожаров в лесах Сибири, а вокруг последних уже возник новый грандиозный скандал. Пока МЧС и военные сдерживают продвижение огня, лесозаготовители из Поднебесной вырубают спасенный от пожара лес и огромными партиями вывозят его к себе на родину. И как видно из заявлений представителей Министерства природных ресурсов и экологии России, делают это не всегда законно. Со слов руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина, Россия рассматривает возможность полного запрета экспорта леса в Китай, если КНР не будет участвовать в борьбе с незаконной рубкой леса на территории России. Также глава ведомства добавил, что он уже попросил подключиться к этому вопросу китайские правоохранительные органы. Странно, что российский министр для решения проблемы незаконной рубки лесов на территории России обратился в милицию Китая. Неужели полиция в Сибири тоже приходит на помощь лишь тогда, когда это ей экономически выгодно? Или китайские лесорубы научились телепортировать ворованный лес в Китай, минуя пограничный контроль на российско-китайской границе? Из России в Китай караванами вывозят особо ценные породы деревьев, такие как корейский кедр, монгольский дуб и маньчжурский ясень. И судя по съемке, которая использована в качестве фона для этого видео, делают это совершенно открыто. Таким образом, пока Минприроды ищет понимание у китайских правоохранителей, несгоревший сибирский лес продолжает исчезать у всех на глазах. Если власти не хотели тушить сибирский лес, потому что это было им экономически невыгодно, то наведение порядка в лесозаготовках особо ценной сибирской древесины без сомнений может принести ощутимую прибыль. Почему же при этом государство не предпринимает реальных мер по защите сибирских лесов от черных лесорубов из Китая? Неужели и от браконьеров леса Сибири поможет спасти лишь повышенное внимание общественности? Спасибо за внимание. Пока.